Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Раньше всех. Утреннее шоу на Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 8.03, точное место, товарищи. Мы продолжаем буйство веселья на Радио Комсомольская Правда. И вот сейчас у нас по традиции утренний гость. Все-таки иногда мы несем не только чушь, но и что-то полезное, мудрое, доброе, вечное. Нам помогают в этом наши гости. И сегодня у нас в гостях человек, кто лучше всех знает о науке в лесах, полях и океанах, биолог Александр Гуськов. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте. Александр, вы, значит, были в экспедиции на Камчатку, вас занесло, правильно? Да, во время студенческой практики летней я ездил на Камчатку и Командорские острова. И сегодня в библиотеке Берлинского будет целая лекция на эту тему. Можно будет ее посетить. А у нас для наших слушателей, так сказать, предварительный анонс. Завтра. 24-е, это завтра. Ну, уже живем, знаете, завтрашним днем. Это нормально в данном случае. Ну, расскажите основные моменты этой экспедиции. Что там поразило больше всего на Камчатке? Меня поразили, конечно, китообразные, которых довелось увидеть настолько близко, насколько это возможно в полевых условиях. Ни одно китовое сафари видео или что-то с этим не может сравниться, потому что когда целый день, весь день, там, 10-11 часов проводишь в лодке и видишь этих китов на расстоянии вытянутой руки, и это просто восхищает. Они делают все, что только могут. И даже ни в каком ни океанариуме нигде такого не увидеть. Слушайте, и вы вот будете сегодня, точнее, простите, завтра об этом рассказывать, где, когда, во сколько и как. Завтра я буду рассказывать в конференц-зале библиотеки Белинского про науку в полях, про экспедиции, как вообще это работает, зачем это нужно и почему это очень сложно. Ну, вот давайте вот для начала попробуем убедить двух страшных циников и скептиков, то есть, ну, один-то точно страшный, это я про себя, вот, что это действительно нужно. Зачем? В наш век электроники, когда надел, как ты говорил, 3D-очки, VR-очки, и можно погрузиться куда угодно, хочешь, не знаю, там, в компьютерную мышь, а вы вдруг едете на Камчатку изучать китообразных. Для чего? Во-первых, потому что мы все еще очень мало знаем про китов и дельфинов. Вот. А они являются одним из важнейших звеньев экосистемы, мира, в котором мы живем. Мы все связаны друг с другом. И, наблюдая за ними, мы можем понимать, что происходит сейчас, и что мы, может быть, можем с этим сделать. Вот как показала недавняя катастрофа на Камчатке, отсутствие экологического мониторинга, вот, приводит к таким вещам. А правда, что киты, дельфины, морские свиньи были парнокопытными миллион лет назад, бегали по земле? Ну, у них были общие родственники с парнокопытными, да, сейчас их всех объединяют в одну большую группу родственную. Слушайте, я все-таки возвращаюсь к моей... Простите меня за настырность, за мою. Ну, а для чего? Мы все прекрасно понимаем. Сейчас год такой, век такой тяжелый, противный, и, пожалуйста, вот те же очки, и наблюдай ты за ними, пока не лопнешь. Для чего ехать-то куда-то? Биологи и экологи не могут без материала, который нужно собрать в природе. Это и экспериментальные данные, и фактически, и только опытный, квалифицированный исследователь может сделать это правильно. И именно в поле. В поле или, в нашем случае, в вашем воде. Это происходило? А вот я видел кадры, мне кажется, откуда-то из Скандинавии, это было, когда кит не просто проезжает мимо лодки, он как бы ее так приподнимает, видимо, пытаясь поиграть. Вот что-то такое было у вас? Нет, у нас такого не было, мы были очень осторожны. Это существуют специальные протоколы, как правильно работать с китообразными, чтобы им не навредить и себе не навредить случайно. Но они бывали очень близко. Они сами подплывают? Вы их подкармливаете? Или как это вообще? Нет, ни в коем случае. Иногда бывает, что лодка просто стоит на месте, а кит проплывает под ней. Но он в данном случае, он знает, что это какой-то объект, но не стремится с ним повзаимодействовать. Хорошо. А вообще, скажите, почему именно китообразные? Почему не просто рыбки какие-нибудь там? Казалось бы, ну, езжайте себе в Красное море, брызгайтесь там сколько влезет. Тепло, хорошо, солнышко, как бы и окружение поинтереснее. Ну, не скажите. Красное море, конечно, интересно, но на севере гораздо буйнее жизнь кипит. Ну, тут я с вами поспорю. Это же надо обязательно какие-то специальные костюмы. В Красном море, пожалуйста, снорклинг на здоровье, брызгайся сколько влезет. А тут гидрокостюм. Надо обязательно ехать. Камчатка потом дальше, чем Красное море. Дальше и дороже. Вот. А мы же понимаем, что в наш век надо как-то экономить. Ну, так ездил-то я и не сейчас, и недавно, а 10 лет назад. У-у-у-у, сказали мы тут же слух. Ну, тоже неплохо. А вот этот фонтан, который кит образует, он насколько высок, если сравнивать с нашими на плотинке фонтанами? Ну, некоторые могут быть и практически такие же высокие, как фонтан на плотинке. То есть несколько метров, до пяти метров спокойно может вода вылетать. Слушайте, и вот вы на Камчатке, все хорошо, все здорово. Вот они китообразные, вот они киты, вот они там все плавают. Вот. И чему вас это научило-то всему? Ну, такой вот какой-то есть итог? Итог есть в том, что китообразных становится все больше. И это не может не радовать, потому что время варварского китобойного промысла было три четверти всех китов на планете уничтожено. И их долгое время практически не было видно на том же Дальнем Востоке. Встретить Китай, это была какая-то невероятная удача. Когда мы тут видели просто буйство жизни и все новых-новых животных, а мы их индивидуально узнавали, вот, мы просто не могли нарадоваться, что такой праздник жизни творится. Угу. А сколько киты живут? Ну, многие по-разному. Например, гренландский кит, он может жить до больше двухсот лет, как считается. Это же Наполеона он мог еще видеть? Да, некоторые вполне возможно. Ничего себе. Ну, и возникает вопрос. А кто, получается, придет сюда? Ну, для чего вот своим вот этим навыком, для чего своим опытом делиться с уральцами? Где мы, где киты, хочется спросить. Ну, так я буду рассказывать не только про китов, а про работу нашего Института экологии растений и животных, как мы работаем в полях, как ставим эксперименты, как вообще все это происходит. У нас здесь есть полевые экспедиции и в лесах, и в полях. Угу. То есть можно еще и отправиться с вами в экспедицию? Да, при желании можно, при большом желании. Вот есть оно желание, что дальше? Куда бежать? Что делать? Можно обратиться с помощью сайта нашего Института. И сейчас всякие проекты развиваются по гражданской науке, когда волонтеров увлекают в какое-то научное действие. А то есть все-таки вам нужны волонтеры? Да, иногда нужны. Слушайте, ну тогда еще один вопрос, уж простите за настырность, а скажите, пожалуйста, что интересного-то на Урале изучать? Мы тут вроде все облазили. У нас самый главный экстрим, это вам на семь братьев слазил. Какая там флора и фауна? Елки, туристы и все. Ну не скажите, у нас есть очень много редких видов, которые внесены в Красную книгу. И даже просто прогулка по лесу, где до этого не проходил никакой ученый натуралист, может сделать небольшое, но открытие. Ну вот тут же возникает вопрос, например? Например, у нас вот европейскую норку не видели с 90-х годов в области. А тут вдруг она откуда-то вернулась? Нет, пока не вернулась, но вдруг она где-то есть. Это загадка. То есть мы настолько уже, что даже норки от нас ушли? Нет, у нас есть американские норки, которые выдавили всех европейских, но вдруг где-то европейские остались. А в чем существенная разница? Разница в них не такая большая, но американскую норку завезли, чтобы у нас улучшить нашу фауну, пушнину. Их разводили на фермах, и они оттуда избегали, их выпускали. Но вот европейская норка оказалась не такая конкурентноспособная. Ну, американская, наверное, которая за республиканцев, она еще и с оружием ходит, отстреливает европейскую. Вполне допустимая. Они там все за Байдена. Сейчас, подождите, европейская вернется. Потому что сейчас это перегрызется за Байдена она или за Трампа, и, глядишь, европейская вернется. Но она уже будет неприспособленная к Уралу. Это будет изнеженная такая, знаете, норка, которая сбежала откуда-то из, ну, например, Голландии. А как еще понять, что перед тобой европейская, а не американская норка? Вот это вот, и что я свидетель вот этого исторического события. С 90-х годов ее не было. Тут, о, смотрите, вот она европейская. Видите, какой у нее хвост? Они отличаются друг от друга по цвету верхней губы. У европейской она белая. То есть мне надо еще и залезть под шерстку, к губам прорваться на норке. Иди сюда поцелуем. Ужасно. Если норком мужчина, то я отказываюсь эту европейскую норку. Меня больше другое заинтересовало в вашем высказывании. А вы сказали, что есть какое-то место на Урале, где еще не ходила многоученого. Правда, есть? Да, такие места есть. Тем более важно ведь не только однократное посещение, а периодическое. Мы наблюдаем, как меняется вокруг нас природа. А можете примерно намекнуть, где не ходила нога ученого? Потому что у нас всегда так. Если нога ученого не ходила, там уже туристы нагадили. Ну, это так, к сожалению. Ну, скажем, на юго-западе нашей области есть такие интересные места. И на севере области тоже труднодоступные места, горы. Это вот где перевал Дятлова, там? Ну, не только, не только. Просто ассоциация к северам области почему-то такая. Нет, северам. Канжак там еще. Ну, вот хотя бы, да. На Канжаке-то, да. Там медведи, кстати. Я вот летом там был, хотя лежал снег при этом. И говорят, что медведи-то частенько выходят. Да, сейчас участились случаи выхода медведей по области. И недалеко от нас тоже они выходят. А вы обратили внимание, да, ведь, наверное, на то, что зимы стали какие-то, ну, не совсем уральские? Может, поэтому... Ну, это последствия изменения климата. Погодные качели. То резко холодно и долго, потом резко тепло. Это вот изменения климата глобальные. И вот ваши, наверное, экспедиции изо всех сил помогают понять, почему это происходит. И как все-таки надо беречь природу, матушку. Да, мы смотрим, как реагируют природные системы, как животные, как растения на это реагируют. И если раньше, допустим, можно было бы сказать, что вот наблюдение за тем или иным объектом, там, уходило на это 100 лет, 200 лет, то сейчас, мне кажется, это за один сезон все видно. Нет, отнюдь. Нет, у нас, конечно, есть коллекции с середины прошлого века, и нам есть с чем сравнивать. Поэтому, да, мы можем уже какие-то прогнозы строить и на данных одного года. Но желательно несколько лет понаблюдать. Ну, хорошо. Какие вообще прогнозы на ближайшее будущее? Есть какие-то уже? У нас сейчас перерыв, по-моему, будет небольшой. Ну, это-то понятно. А вот сразу после этого мы и зададим этот вопрос. Друзья, мы продолжаем общаться с нашим гостем. У нас сегодня интереснейший человек в гостях. Я, честно говоря, получаю массу удовольствия от общения с вами. Александр Гаськов у нас в гостях. Говорим мы сегодня о науке в лесах, полях и океанах. Так называется одноименная выставка, где гостин Гаськов будет доклад делать. Киты и еще кто-то. Кое-кто. Вот так правильно. Разобрали. У меня сегодня с утра просто, знаете, раскосность повышенная. Ну, кто, кроме китов? Кое-кто еще. Кое-кто еще. Белки. Ого. Слушайте, а ведь вот ходит сейчас масса истории из серии. И там вот, ну, вы как биолог, вы должны сталкиваться с этими, со всякими зверюшками нашими, братьями меньшими. Медведь вот нифига не меньший брат. Вот правда. Я его видел в жизни один раз. Ну, так, чтобы в дикой природе. И с большого-большого расстояния и то, на всякий случай, благополучно свалил в сторону. Правильно. Как это с большого-большого бодуна еще увидел. Что делать, если вышел вот косолапый, как говорится, лицом к лицу, а ты такой... А ты не с бодуна. А ты такой неподготовленный. А он непризгливый, да. А у тебя нет ружья в руках. Самое главное, не нужно паниковать и совершать как можно меньше лишних движений, потому что это зверя может спровоцировать на атаку. Но лучше всего потихоньку пятиться назад, пытаясь скрыться за деревьями. И, во всяком случае, стоит обратить на себя внимание, если он не заметил. То есть, если медведь еще довольно далеко, но не заметил вас, то можно там пошуметь чем-нибудь, фальшфейр зажечь. Что зажечь, простите? Факел. Петардует, факел, да. То есть, отпугнет огонь. Да, он громко шипит, яркий свет, и это, конечно, зверя как отпугивает. Но если совсем близко, то лучше вот потихоньку поговорить с ним, назад отойти, но главное не бежать, потому что если побежать, то медведь обязательно бросится и нападет. Это просто инстинкт хищника. Сто процентов. А в глаза нужно смотреть или стараться все-таки не провоцировать? Лучше в глаза прямо не смотреть, потому что звери это воспринимают как угрозу. Я вот сейчас припоминаю высказывание одного моего знакомого дрессировщика. Он говорил, очень, говорит, самый страшный зверь, это, говорит, медведь. Никогда, говорит, не знаешь, в какой момент ты его, говорит, заклинит. Он сидит, улыбается тебе, и сам лапой так тресет, и все. Это точно. А лапка у Мишки, мягко говоря, очень тяжелая. Да, 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 да. Говорят, мой покойный дедушка виделся с Мишкой, и у него до сих пор долгое время на теле были всякие разные вмятины, оставленные косолапым. Но слухи ходят, что там непонятно, кому хуже было. Но это только слухи. Хотя, зная размеры моего деда, я могу допустить, что там и медведю, может, перепало. Но все-таки. То есть вы считаете, вот кого вы еще встречали, кроме там медведей, норок и прочих всяких мелких грызунов? Лосей, кабанов, лис. Ну ведь вообще любое нормальное дикое животное при встрече с человеком предпочтет уйти. Да, это точно. Ну, а ты даже сейчас не видишь, что ты рядом с животным. Я просто припоминаю, как я лично видел зайца. Я шатался по лесу, знаете, за грибами ходил. А этот гаденыш сидел под елочкой. А они же, зайцы, очень такие вредные существа. А там гриб рос, понимаешь? И когда я наклонился, он в самый последний момент дал стрякача. Причем так, что заяц летел в одну сторону, я в другую, в принципе. Вот это нормальное явление. Да, даже если глухарь взлетит рядом, там можно кирпичей наложить. Я с вами полностью согласен. Это же еда. Надо же бежать было за всем этим делом. А, кстати, вот еще тема же сейчас вируса, она актуальна. И я знаю, не только для людей, но и для животных. Вообще уже доказано, переносчики того же коронавируса животных, есть у них такие болезни? Да, конечно. И сами коронавирусы, в общем-то, в большинстве встречаются у летучих мышей. Поэтому это природные все. То есть какое счастье, что у нас летучих мышей вот так просто не встретишь. Ну, а не летом их встретить можно, а зимой-то нет. Во дворе там у нас, как на Краснолесе, как-то летали эти мыши, жутко, конечно, зрелище. А вот история в Дании, там норок перебили, ну, сознательно, вроде как, из-за вируса, из-за этого. Правильно сделали, как думаете? Ну, черт его знает, тут судить сложно, но они вроде как уже по пятную дали, что зря мы это сделали. Ну, поздняя акметация. Это нередкие случаи, когда какая-то вспышка, заболевания есть на фермах, на сельскохозяйственных, на пушных, и всех животных пускают в расход, чтобы... Как коровы, так же где-то в Британии. Ну, я полагаю, вы-то, видимо, большой-большой противник, да, всякого разного содержания диких животных в домашних условиях? В домашних точно. Потому что это никому хорошо не будет, ни вам, ни животным. Крокодил в ванной, это прикольно, мне кажется. Да. Еще с 90-х. 8.21, друзья мои, давайте разыграем приз. У вас есть приз, мы к нему еще чего-нибудь добавим полезное и бесполезное. Маска какая-то фирменная. Какая-то модная. Еще и многоразовая. Да, организаторы нашей лекции, информационный центр по атомной энергетике, вот предлагает приз, многоразовую маску фирменную. Господа, 3850923 или 8900, нет, лучше 3850923, прямо сейчас звоните. Ну и пообщаемся даже заодно со слушателем. А, пожалуйста, вопрос. Вопрос. Какое животное, какой зверь издает самые громкие звуки в мире? В мире. Роман. Роман. Зверюга. Роман, та еще животинка-то. Друзья, 3850923, дозванивайтесь, по-моему, очень простой вопрос. Не знаю, мышь какая-нибудь, тушкан какой-нибудь. Я подозреваю, что кто-то из начального нашего разговора. Может быть, может быть, моя бывшая. 3850923, телефон, позвоните нам нужно и ответить на вопрос, какой животное издает самый громкий, прям по децибелам, выходили с приборчиком, просили крикнуть и замеряли. Да. Так тут ежу понятно. Еж-то точно знаю. Вот если бы еж, он бы обязательно дозвонился. Напомним еще раз, телефон 3850923, фирменная маска от... как от атома? Информационный центр по атомной энергетике. Вот, вот, вот. Ну, то есть чувствуются там нанотехнологии всевозможные и прочее. Вот. Вообще, в принципе, по поводу самых громких животных, то ходит слух, что... Не надо. Сыгада очень, знаете, звучит громковастенько. Но так это или нет, узнаем прямо сейчас. Да, 3850923, доброе утро. Алло, здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Здравствуйте, Миша. Михаил, ну так кто из зверей самый громкий? Крокодил. Крокодил? Да. К сожалению, нет. Который в ванной. Вы мучили крокодилов? Как вы поняли. Я просто помню, в детстве такой вопрос задавался в школе еще. Нам учительница патологии говорила, что, ну, якобы очень какой-то громкий у него звук, который он издает. Александр, прокомментируйте, пожалуйста. Вы останьтесь, пожалуйста, на линии, а мы прокомментируем. Судя по вот этой отбивке, это не очень правильный ответ. Нет, это не очень правильный ответ. Спасибо. Есть же звуки у крокодилов. Спасибо. Да, они издают звуки, но не настолько громкие. Может, среди просто этих... Крокодилолюбов. Среди крокодилов самый громкий у крокодила. Давайте еще попробуем. 3850923, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Александр Екатеринбург. Александр, ну так кто из зверей самый громкий? Ну, по всей видимости, либо кит, либо слон. Он, наверное, кит раз. Про него в начальной передаче выросли. Ну, давайте еще уточним, какой кит. Дедокцию вы включили. Да, уточните, пожалуйста, какой кит. Я вам подскажу. Он как щенок из мультика. Как щенок из мультика? Ну, это мои личные детские ассоциации. Как Борис Моисеев. Как дядя Вова в пятницу. Ну? Синий. Точно? Точно. Поздравляем. Синий. Я думал, голубой. Вообще, щенок же голубой был. А дядя Вова синий. Мы вам расскажем, как сейчас... Мы вам перезвоним, расскажем, где и как вы заберете ваш приз. Вам достается какая-то очень супер-пуперская маска. Прямо самолечащаяся, самочистящаяся. Ну, черт его знает, что там нанотехнологи понапихали в нее. Не знаю. Слушайте, а вот по поводу вообще вашего отношения к зоопаркам. Опять к той же Дании. Вернемся вот на секунду, да? Датчане же ребята очень странные, на мой взгляд. Они там жирафа изрубили в капусту при огромном стечении народа. Потом еще кого-то выкинули, так же заколбасили. Это нормально, нет вообще? Ну, так вот, с нашей оценки, наверное, это не очень нормально. Но у них это часть образовательной программы, потому что это, в общем-то, довольно любопытно и интересно, если специалисты проводят... Вскрыть жирафа? Вскрыть жирафа. Ну, для всех желающих. Ну, там дети были. Ну, а что такого? Дети в деревнях видели, как и курицам бошки отрубают и тому подобное. Это часть нашей жизни. Мне кажется, сейчас на вас яжемамки все дыбом встали, знаете? Ну, защитники золота точно. Все может быть. Ну, жираф-то уже умер, он своей смертью, в общем-то, умер. А, ну, тогда понятно. Жираф Маркус небезызвестный, да? Да. Ну, вообще, зоопарки – это вещь хорошая, если они имеют под собой правильную научную основу. Это именно зоопарк, а не зверинец, где зверей просто показывают. А зоопарк все-таки позволяет увидеть, понаблюдать за животными, если они в хороших условиях содержатся. И ни одна картинка, ни одно видео вам не даст таких впечатлений, как увидеть животное вживую. А контактные зоопарки тогда? Это же еще прикольнее, когда ты в ручки сидишь. Да, это интересно, но тут тоже специальные правила существуют. И существовали площадки молодняка в крупных зоопарках и наших, российских. Но там ограничивали время общения с животными. И это, как правило, молодые животные были, которые более контактные, что называется, менее агрессивные, опасные. Слушайте, но у нас же в контактных зоопарках, как правило, гуси, свиньи, всякая вот эта вот обыкновенная деревенская нечисть, которая вот полным-полно в любой маломальской деревне, где-то километров за 150, за 200 от Екатеринбурга. Ну, что поделать? У нас сейчас большинство детей – это дети городских джунглей, которые никогда не видели, как растет картошка и не знают, как выглядит свинья вблизи. Хорошо. А чтобы привить ребенку вот такой вкус к прекрасному, где надо с ним прогуляться, чтобы вот хотя бы издали увидеть какую-нибудь животинку. Я знаю, где-то вот недалече от нас там есть лошади Пржевальского в дикой природе и так далее. Но, видимо, об этом поговорим в следующий раз. Спасибо большое. Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.